Hello people, с вами Джеймс, со мной сегодня Райан, это Arizona Rollerplay, вот как нас приветствует окно регистрации, можно тут выбирать себе скин, смотрите, смотрите чуваки, помимо бомжей тут есть прикольные люди, обезьянка худая, обезьянка толстая, но я возьму пончика и буду играть пончика, выбираем, принимаем, все, теперь ждем пока Райан зарегистрируется и тогда продолжим. Короче, ребят, в общем, Райан оказался на другом спавне, я сейчас еду за ним, я взял помощь для новичков, в общем, в портфеле я нашел 3 аптечки, 2 пачки чипсов к банку с пранка, так что я сейчас отправляюсь за Райаном, и мы поедем, посмотрим в автошколу, работы, что тут вообще есть, и я уже вернусь с Райаном. Ну что, мы продолжаем, мы наконец-то встретились, и мы едем около Альхамбра. Да, что, давай поедем на какую-нибудь работу или в автошколу, посмотрим, что, давай на работу сначала поедем, посмотрим, заработаем 500 баксов хотя бы, GPS, работы для новичков, ферма, завод, грузчики, куда едем? А, давай ферму. Может на завод? На завод, ну и на завод. Поехали на завод. Так, в принципе, если кто смотрел предыдущее видео, то там был фейк-обзвон, и один парень, которому мы сказали, что он станет на лидерку, он на неё стал, и именно из-за этого я начал играть здесь. Так что мне надо заработать второй левел, и Райану тоже, и я надеюсь, что мы вместе пойдем в Пайкеры и будем там снимать, да? Да, конечно. Но я думаю, на хорошем сервере и второй левел заработать это легко будет. Ну, ребят, кстати, тут акция есть, так что X2 опыта можно докачаться быстро, до второго левела за 4 часа, так что это отлично. Аризонаба, что богато на такие акции, у них постоянно то по праздникам, то по выходным, X2, X3. Ну, сегодня пятница вроде бы. А там написано летняя акция, золотое лето. А, ну так это всё лето будет такая же. Ну, получается так. Так что, ребят, заходите, качайтесь, IP будет в описании, мой ник будет в описании, канал Райана тоже будет в описании. Так что заходите, смотрите, чё там. Указывайте ник при регистрации, если вы ещё не зарегистрировались. Так, ну а мы едем... Назад мы едем. Видел? Да-да. Я не смог заехать. Нет, туда, но я просто не смог заехать туда. Там горка слишком... Да-да-да, с которым слишком слабый для таких подъёмов. Да, ну если б я как бы сам был, то я бы заехал, ну тебя как-то... Я, в принципе, мог тебе скинуть и сам поехать. Но это было бы не по-пацански. Угу. Так, ну чё, ребят, мы встретимся уже возле завода. Смотри-смотри, мы нашли это. Подарок, давай как-то поделись, ну как-то, блин, поспорим, что ли, кому он достанется. Я не удивлюсь, если это будет пикап бесконечный. В смысле? Ну, типа, ты приходишь, считать, дается бонус, другой приходит, ему бонус. Типа бесконечный. Ну, давай сижу, проверь, как-то, ну, блин. Ну, 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 стой, стой, давай как-то поспорим, что ли. Наш, монетку брошу. А тут чё, можно бросить? Не, у меня просто есть рядом. А как я узнаю, может, ты обманешь? Я честный человек. Ну ладно, давай. Сейчас достану. Я загадываю орел. Орел. Так, орел. Орешка. Ты меня надрел. Ладно, давай, бери, скажешь, чё это. А, обменять подарки на шкатулку можно у Эдварда. У какого Эдварда? А, это уже хороший вопрос. Кто такой Эдвард, для начала? Что-то тут непонятно. Так, ладно, ух ты, ёпта. Это чё такое-то? Это ферма. Нет, с той стороны машины стояли. А это ферма, да. Может, какой автозавод, автоконцерн. Смотри, смотри, самолёт. А, ну это... Как его... Удобрение сбрасывает. Так а почему он в дерево врезался, я не могу понять. Хорошие мапперы. Нет, я видел на нём только что кто-то катался, но... Хорошие лёвчики. Ну да, скорее лёвчики, чем мапперы. О, смотри, тут... Блин, тут велосипеды. Вот один минус, который... Ну, я не знаю, кто давно следит за мной. Я ж на велосипедах так-то прыгаю. А, здесь нельзя на них прыгать. Вот это вот для меня, по крайней мере, минус. Так, вот мы прибыли, короче, на... Так, ну что, похоже, стандартный завод. Ну, он всегда стандартный. Не, ну, если поработать, то можно какой-то оригинальный сделать. Так, начинаем работу. И скины, в принципе, тоже стандартный. Так, я взял какую-то херню. Я тоже взял. Смотри, к столу подходим. Так, это у нас... То у нас что? Досточка. Мы сделали мешок, смотри, чувак. Из досточки. А ну-ка, давай посмотрим, сколько за один этот даётся. Может, тут для он даётся сразу. 85 долларов, смотри, довольно-таки прибыльно. Ну да. Тем более, они делаются быстро. Ну да. Это, кстати, плюс огромный. Вот это... Да, можно быстро подняться. Да. Ну, с одной стороны, в принципе, это хорошо. С другой, возможно, плохо, что быстро развивается игрок. И в итоге ему уже просто неинтересно тут играть. Когда у него уже есть миллионы, бабки, тёлки, тачки. Ещё самый целый огромный плюс, около завода стояла палатка с едой. Там можно, похоже, бесплатно перекусить. А, ну это да. То есть не нужно в этом мчаться посередине рабочего дня. Да. Ну, в принципе, сам-то вот сервер, сколько я видел видео, что мат спизженный, типа все интерьеры украдены. Мне как-то, если честно, на это всё покакать, на то, что там кто украл. Мне главное, чтобы тут было весело и всё. Ну, по-моему, там не станут украдены. По-моему, маппинг, классно, по-моему, маппинг и маппинг. Сколько про это уже говорили и снимали. Геррера конечная шляпа снимала про это. Потом в какой-то группе видел, типа сам подслушный или лайф сам. Ну, ладно, давай и будем говорить доброе, по крайней мере, сейчас про этот сервер. Всё-таки это первая серия наша такая, пилотная, первые шаги. Что мы будем тут делать? Получать права работать на какой-то фигне, кататься на машине, получать подарки и всё такое. Кстати, вот онлайн-то есть, но на заводе никого-то и нет, кроме нас. Да, потому что мы одни бички, смотри, все там богатые, пацаны. А там мы только такие вот рачки маленькие, бедненькие. Тут, кстати, завод необычный. Я беру свои слова назад, что он стандартный. Нет, он не стандартный. Во-первых, здесь, похоже, нет этого... Как же, его... Склада. То есть, допустим, на том же Даймонде нужно, чтобы кто-то подвозил материалы, дерево, железо. Ну, это там... Тут же, похоже, всё бесконечно. Да, пойдём, вот я уже заработал тысячу, я думал, я и пятиста ещё не заработал. Пойдём это в автошколу скасаем. Давай. Так, а я же получил тысяча двадцать. У меня тысяча сто тридцать пять. Ну, в общем, наверное, или в этой серии, или в следующей мы купим, наверное, себе новый скин. Не, я оставлю, я пончиком буду. У меня-то... Бичарский. Так, чё, в велосипеды берём. Так, давай сначала покушаю. Наверное, пожарный. Давай, ты кушай, я беру... Эээ... Велосипед, прописываю GPS, важные места. Где-то... Автошкола. А, смотри, она находится в ЛС. Что, в принципе, прикольно. Так, так, так. Зарплата десять процентов. Банки ноль сумок выплатить десять. Ух ты. У меня уже два из восьми респектов. Да, смотри. Так-то мы не отыграли даже двадцати минут. Почему? Да, да, да. То есть можно, допустим, зайти на десять минут и уже... Поиметь два очка, два респекта. Да, это, в принципе, хорошо. Ты где там едешь-то, миленько? Да, такое... А вот это я вижу. Давай. Давай. Давай, давай, кто первей туда. Давай, смотри, кто... Во, 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 ута, время эта дорога. Давай, кто первей до автошколы доберётся, тот следующий получает подарок. Давай. Всё, я это лечу. Я-то тащер на велосипедах, так что победа будет за мной. Ух ты, ё, ё, ё. Правда, что плохо, что тут нельзя, правда, что плохо, что... Правда, тут прыгать нельзя, вот это плохо. Ну, для меня, я уже это говорил, но всё же я ещё раз скажу, что это плохо. Вышел при попытке... Смотри на триста секунд. Среди тысячи. Три тысячи. Ой, три тысячи секунд, это... Кстати, там было гораздо больше. По-моему, там кому-то и шесть давали тысяч. А, это я понимаю, это в зависимости от звёзд, наверное. Слушай, а тут, похоже, можно грибы собирать. Ну, давай это потом снимем всё. Не-не-не, это, оказывается, необычные грибы. Это мухоморы, убийственные мухоморы. Это особые. Написано, вы не наркодилер. Оу-оу. Чё-чё-чё, надо быть наркодилером, чтобы собирать грибы? Особые. Это что такое за... Так, вот я вижу байкера. Федерико Веласо. Нет, это не мой друг. А, в принципе, я не знаю, я не знаю, серьёзно. Может быть, зимой. Ой-ой-ой, я у них не знаю. Сейчас мне поджопник вкатит дальнобой. Давай быстрее едь. Я уже... Я не понял, она где находится, около Вайнвуда или около пляжа? Напиши GPS, она где-то в гетто там. Ой, где-то это плохо. Ну, я вот уже возле мэрии почти еду. Так. Так, за мной мчатся дальнобой, мне страшно. Хе-хе. Нет, он не за мной. Так, а вот уже байкер, похоже, за мной. С-с-с-с. Смотри. Она реально, кстати, находится в гетто. Воу, тут, кстати, там маппинг офигенно. Везде деревья понатыканы. А, сейчас, сейчас, сейчас. Важные места? Важные места, да. Актошкола. Я так понимаю, там всё даётся автоматом. В смысле, бесплатно права? Не, я имею в виду автоматом без лицензуров. А, ну если это так, то это хорошо. Она находится аж в самом конце гетто. Ну, как сказать, хорошо или нехорошо. Так как если... Это, конечно, меньше РП, но зато это удобнее игрокам. Ну да. Автошкола вообще в необычном месте находится. Я не помню, как это место называется. Но это клёво. Я делаю ставку 100 долларов, что я знаю это место. Ты его знаешь? Я не спорю. Так. Да, и похоже, это место я видел на паблик-моде. Так, а ну-ка, посмотрим, открывается. Воу! Да тут двери ещё открываются. Круто, тут маппинг чёткий. Правда, если он укрательный, наваждение авто. Дверь открывается, я знаю, на Гринче это было. Так. Приветствует вас автошкола, нажмите далее. Опа! Опа-опа-опа. Четыре вопроса, понял, задаётся про ПДД. Нажимаю далее. Разрешена ли парковка на тротуаре? Кстати, я тебе должен уже 100 долларов, так как я места не угадал. Только в... А, стой, погоди. Разрешена ли парковка на тротуаре? Нет. На тротуаре всегда нет или только в экстренных ситуациях? Только в экстренных, попробуй. Хорошо. Максимальная скорость вне города 100, 100, 100, 100, 150, наверное. Так, опа, красота. Что нужно делать при тумане? Ехать как можно быстрее, ехать и материться. Вот, снизить скорость. В городе 60. Вне города, да. Вы провалили, прикинь, я один ответ неправильно сделал. Какая скорость вне города? Не знаю. 150 долларов снимается за ещё одну сдачу. Ну да, попробуем 150 км. Парковка в экстренных. В городе, по-моему, 60. Нет, не 60, не 60. У меня 60. Так, в тумане. Как можно медленнее. Вот, вы провалили тест. Я, блин, я тоже провалил. 3 из 4, правильно. У меня 2 из 4. А, смотри, здесь, похоже, можно автоматом купить. Да. Так, давай. Но у меня денег не хватает. Всегда нет. Скорость в городе 60. Лучить фары. И за городом, вне города, и какая скорость? 120 или 150? 150, по-моему. Ну, надо тут точно. 2 из 4. Дрех, смотри, опять не угадал. Давай вернёмся уже, когда стадим. Так, 120. 120 и... Я тоже ждал, ура. Всё, выходим на улицу, пойдём сейчас в машину сядем. Так, стадим. Ну, что ты творишь? Так, стой, стой, стой. Давай вместе с детьми. Давай, я подожу туда тебя. Так, я пытаюсь завести. Йоу-йоу-йоу, кто это? Какой-то... Ещё один. А, погнали. Поехали. Только едь же не по встречке-то. Так, чик, понял. Куда-то дальше туда. А город не ты лагаешь. Ты тоже лагал, когда на велике ехал. А нам, ты кто на велике? Так, сюда. Я так смотрю, здесь рулит грув, похоже. Да, скорее всего. В принципе, смотри, тут как-то необычно вообще. Такого я ещё не видел. Именно по Лос-Сантосу, чтобы ты ездил в опасном районе, где тебе могут слить всякие балосы, грустрит и всё такое. Так, ух ты, автобусник. Ой, это индикает меня в подъезд. Давай, едем, едем, едем. Как тебе? Ну, в принципе, маршрут хороший. Нет, само вот это вот... Сдача прав. Довольно интересная. Да, ну правда только то, что мы не прочитали ПДД и полезно сразу сдавать. Я потратил 500 долларов на то, чтобы её сдать. 600 даже. Я 300. Как нет? Я прочитал эти, как его ПДД. Поэтому я с третьей попытки это сдал. Ой, поворот. А я как врачок сдал, блин, фиг знает какой. Но всё же сдал. Так. Панелька, кстати, удобная. Вот это... Да, 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 да. Скорость... У тебя сколько бензина? 76. 76 тоже. Ну, похоже, они... Ой, 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 я проехал, проехал. Похоже, они здесь... Все сразу спаунятся. Поэтому... Беден одинаковый. Да, да, да. Мне так тоже кажется, что оно одинаково. Так, ещё один опасный поворот. У меня занесло. Вон... Смотри, везде стоят машины. Воу-воу-воу-воу-воу. Я так понимаю, что если ты выходишь с сервера, то машина твоя остаётся на месте где-то. Возможно. Так, поворот к мэрии. Менты. Только что было эпик. Эпик был. Вместо, что чуть не врезались менты с двух сторон. Ещё и байкер гасает здесь. Так, ну, байкер-то свои. Ну, ты, конечно, не знают, что я свой. Ммм. Так, ну что, маппинга здесь полно. Да, маппинга полно. Из-за этого у кого-то, может быть, лагать, как у меня, вот, немножко подлагивает. Такое ощущение, что играешь не в самп, а в какую-то модификацию GTA San Andreas, другую. Да, вообще, другой город, вообще, другой мир. В принципе, довольно-таки длинный, да, маршрут стачевый? Ну, мы, похоже, уже проехали процентов 70. Ну, ты где едешь? Я вот только возле ЖД еду. Я тоже. Ты врезался хоть раз? Только в начале пути. Я ни разу. Да, я выезжал. Я тащер, я еще ни разу не врезался. Так, что-то пока я никого не видел, кроме байкеров и дальнобоев. Хотя онлайн-то есть. Я ментов еще видел, которые в меня чуть не врезались. О, все, смотри, мы уже... Я возле Айдолвуд Пиццы. Ой, что ты творишь? Что ты творишь? Так, Федерико Кореца у меня въехал. Это просто, смотри, офигенно. Я так пролетаю между этих машин. А вот что это? Это, походу, квартиры, да, какие-то? Да, скорее всего. Надо будет сбегать потом, посмотреть в следующей серии. Интересно, здесь есть квартиры, как на Санта-Монике? Я не знаю. Так, я сдал. Я сейчас тоже сдал, наверное. Давайте проверим. Шау, шау, шау лиц. Да, мне пишут, вы успешно сдали тест на вождение. Держите свое водительское удостоверение. Как вам проверить? На. О, все, оно автоматически дается, не надо никуда идти. На мотоцикл надо сдавать, на плавание. На рыбалку. На рыбалку еще надо. Ого. Ну, это, мне кажется, в следующей серии уже. Да, ну что, пожалуй, уже закончим. Да, в общем, с вами был Джеймс, Райан и... Arizona Roleplay. Arizona Roleplay, да. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, бегайтесь на Аризоне, играйте с нами. Adios Amigos, пацаны, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok